Добрый день, в эфире информационный выпуск «Еселяк Парад» в студии Кирилл Потемкин. По согласованию с администрацией президента, приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента полиции Североказахстанской области назначен Айдын Кабдулдинов. Личному составу нового руководителя представили министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев и глава региона Кумар Аксакалов. Айдын Кабдулдинов родился в 1977 году в Восточно-Казахстанской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1994-м. Выпускник Алма-Атинского юридического института МВД имеет большой опыт работы в следственных и оперативных подразделениях. С февраля 2020 года работал в должности заместителя начальника департамента полиции Алма-Ате. Марат Тургумбаев, который до этого возглавлял североказахстанских стражей порядка, теперь будет руководить столичными полицейскими. В последнее время непростое, большие требования к полиции, к реформе полицейской службы. И на сегодняшний день надо будет переходить всю нашу работу. В полковнике Кабудлина работал в начальнике города Алматы. В ней работал в старшей оперативной работе. Также имеет очень высокие показатели работы. С учетом опыта и сегодняшних переводников, новый руководитель североказанской области, предложил все усилие для того, чтобы те показатели, которые в северах остались, они не самые лучшие. Они не снизились, а народ улучшится. В ряде стран мира наблюдается рост заражений COVID-19. Так, Катар бьет рекорды по числу заболевших. Более 4 тысяч случаев за сутки. Правительство страны одобрило вакцинацию детей от 5 до 11 лет. Антирекорд зафиксирован и в Турции. За сутки 94 783 человека заразились COVID-19. Также большое количество заболевших выявлено в Японии. 84 942 случая. В Италии от последствий коронавируса умерла двухлетняя девочка. Для экстренной перевозки пациента использовался самолет ВВС. Специалисты отмечают, что каждый третий зараженный в стране в возрасте до 19 лет. В минувшие выходные в городе Булаево прошел очередной тур Кубка Акима по хоккей и шайбе. В состязании участвуют 7 команд из 4 районов и города Петропавловск. За ледовыми баталиями на домашней площадке района Макжана Жумабаева наблюдала наша съемочная группа. Во втором туре Кубка Акима по хоккею шайбы принимают участие 4 команды. Между собой встречаются сборная Петропавловска и коллектив департамента полиции. Также силами померятся две дружины из районов имени Габита Мусрепова и Кызылжарского. В первом поединке друг другу противостоят два клуба из Петропавловска. С первых минут встречи инициатива явно завладевает коллектив сборной Петропавловска. Шайбы ворота соперника залетают одна за одной. За 20 минут игры стражи правопорядка так и не смогли огорчить вратаря номинальных хозяев. Итог первого периода 5-0. С большим перевесом в счете в раздевалку уходит сборная Петропавловска. Новый корт здесь открыли в прошлом году, поэтому интересно, конечно, опробовать. Команда нам знакомая. Мы вместе выступаем в чемпионате ночной хоккейной лиги. Неоднократно с ними встречались, как бы старые соперники. Ну, победит сильнейший. Играть надо до последней секунды, поэтому мы не расслабляемся. Ну и команда с характером, так что вполне возможен еще и камбэк. Соревнования по хоттею на Кубок Атима проводятся в три тура. В финальную стадию выйдут четыре лучших команды. Между собой по круговой системе они и определят победителя турнира. Участвуют в турнире команда Макжана Жумабаева района, Акраинского района, Габита Мусрепова, команда Арестан, команда Динамо и команда Петропавловска. Семь команд участвуют. Во втором туре сборной Петропавловска удалось со счетом 13-3 одолеть дружину департамента полиции. А во второй игре сильнее соперника оказалась команда района имени Габита Мусрепова. Результат встречи 5-2. Финальные поединки хоккейного турнира пройдут на ледовых площадках областного центра в начале марта. Кирилл Потемкин, Урал Амренов, Служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.